Барнаульский биатлонист Сергей Неверов хорошенько так засветился на открытом чемпионате страны, мелькнув в кадре между Шипулиным и Фурканом в момент их финиша. Другое дело, что те шли к медалям, а наш затерялся в десятках себе подобных. Но все же главным достижением Неверова стало второе место в Тюмени. Правда, в той эстафете он бежал за сборную Петербурга на третьем этапе. Это не СКА. ЦСКА, конечно, но спорт тем и хорош, что азарт участия можно испытывать без телевизора. Чемпионат края по хоккею закончился финалом аж во Дворце спорта. В решающем матче «Витязь» из Аллейска смог переиграть «Шахтер» из Рубцовского района 6-5. Для команд с названием типа «Бобровский лесхоз» приезд сюда – событие года, сами понимаете. А для болельщиков барнаульских будущее большого хоккея прячется за знаком вопроса. Закроют одну из команд, не закроют. Сейчас борются за выживание Алтай и Беркута. Не в игровом смысле, а в прямом – за существование. Власти оптимизируют пути, ищут деньги, чтобы выступали хотя бы свои, недорогие воспитанники в плане запроса по зарплатам. Техничка тетя Валя не знает, оставит ли ее в будущем работать, ведь убирать на льду и около – как раз ее задача. А эти друзья-мальчишки мечтают стать над тем хоккеистами. Уже теряют зубы в игре и весело смотрят вперед. «Мы вот с Максимом столкнулись и вот». «Когда ты ему зубы выбил, когда понял это, что думал?» «Я? Что зубы? Что у него зубы отпадут». «Мы вот в одной команде занимаемся, он черненький, мы черненькие. Нас тренирует Юрий Александрович Десерт». Кроме хоккея в Барнауле завершились и шахматы сельчан. Нетрудно заметить, что тут от силы мысли труд себе лица и уши, словно в греко-римской борьбе. Чемпионат края по классическим выиграл Дмитрий Слизунков. Старшеклассник из Павловского района. Набрал 7,5 очков из 9. А серебро, как ни странно, у тренера-чемпиона, кандидата в мастера спорта Андрея Подчуфарова. «Может приехать любой, от второго разряда и выше. И люди реально готовятся к этому турниру. То есть у них тут свои какие-то счеты, они целый год ждут этого праздника». Юрий Борлис, Александр Морозов, Алексей Фризин. Информационный канал «Город». proщик «Город»